Чудеса Чудеса Обычно в православном календаре празднуется день смерти святых и очень немного Рождеств. То есть мы отмечаем Рождество Пресвятой Богородицы, Рождество Иисуса Христа и вот еще Рождество Иоанна Предтечи. Так, верно. В православии так принято, что мы обычно отмечаем в памяти святых день их кончины. И это основано тем, что день смерти вирующей люди, а тем больше святого, это перехит из земного життя в життя небесное, из худшего до лучшего, то есть день его спасения. Но есть не много таких святых, и дни народжения, которые мы святкуем. Вот как вы сказали, Рождество Спасителя, Божией Матерь Иоанна Крестителя. Примечательное воно тем, что его родители, Захария и Елисавета, все життя прожили бездетными. По верескому обидчаю, бездетность вважалася какими-то наказанием. И люди, у которых такая беда случалась, они действительно переживали это очень трагично. Иоанн Креститель народжается у Захарии и Елисаветы уже в их пристерильном веке. Цему передавало чудесное явление ангела, который явился Захарии во время богослужения в храме, и рассказал ему про эту радостную свистку. Захария засумненялся, потому что он знал, что он старый уже немешний, и супруга его Елисавета в пристали в летах. И ангел ему сказал, что до тех пор, пока не справится моё слово, ты будешь немым. И до дня народжения Иоанна Крестителя Захария действительно не мог говорить. И когда после родителей он на дощечке написал, что Иоанн будет имя ему, тогда открылись его уста. Дальше нам известно, что народжение Иоанна Крестителя и народжение Иисуса Христа было в один период, в один год. Пів года была разница между ними в веке. Ирод, царь, который воздвиг ганиня на младенцев, потому что он почувствовал, что народился царь Евдейский, Христос Мессия, спаситель мира, он подумал, что это его конкурент. Он был очень властолюбивым человеком и боялся всякого, кто зазихал на его место. Поэтому он был в этой ситуации таким лютим правителем. Серед своих родителей он устранил всех конкурентов, можливих и неможливих. То есть сама думка была страшная, что его место кто-то может занять. И когда пришли волхвы, чтобы поклиниться Христу Спасителю, новонародженому Мессии, он узнавши про это, что народился царь Евдейский, он действительно взлякался, переживал. И приблизно узнавши дату народжения, посла воинов, которые в Ифлієме и убили всех младенцев двух лет и ниже. Иосиф и Мария утикали в Египет. Елисавета Иоанна Христителя тоже переховывала в этой напасте. Захарию попали в храме, чтобы он рассказал, где его сын, где его супруга с сыном. Он не сказал, что его там и убили. Невдозже после этого померла и Елисавета. В життійной литературе говорится про то, что Иоанна Христителя в пустыне воспитывали ангели. Вот что про это говорили святые отцы. На той час в пустыне жили люди, которые особенным образом себя посвящали Богу. Они назывались есеи. Это люди, которые вели безбрачный образ жизни, строго постилися. Можно сказать, что это было такое монашество до христианства. Займалися переводом и переписыванием священных текстов, библейских книг. И вот они виховывали Иоанна Христителя. Люди в то время, этих людей называли ангелами, потому что они вели такий равноангельский образ жизни. Иоанн Христитель, по словам святых отцов, виховывался именно в обществе этих людей. Чому и, выйдя уже на проповедь в зрелом мовице 30 лет, он мав вигляд, как одягались именно эти его воспитатели. Иоанн Христитель, пояс, волосы, борода, вот такой строгий аскетический вигляд его был. И Христитель людей в речи Иордан, будучи предтечею Христа, готуючи людей до пришествия спасителя мира. Тому он и называется самым великим святым. Господь Иисус Христос так и говорит про него, что он является наибольшим среди народных женщинами. Он является самым вищим и большим пророком старого заповеду. Потому что остальные пророки, они лишь проповедовали, пререкали в пришествии мир Христа Спасителя. А Иоанн Христитель уже, как бы он был на этом рубеже, он явно очами до очей, лицем до лица, бачив Христа Спасителя, хрестив его в речи Иордан и послужил своим священным подвигом для такого домостроительства Божьего нашего спасения. Отец Александр, будьте добры, Рождество Иоанна Претечи – это большой православный праздник, который торжественно празднуется во всех православных храмах. Но дело в том, что есть нюанс. В этот день празднуют еще Ивана Купалу. Это народный такой праздник, который тоже широко сейчас празднуется. Объединены ли эти два праздника в один? Или это два совершенно разных праздника? Это два совсем разных праздника, которые между собой ничего не имеют. И Иван Купалу – это языческое праздник, которое святировали очень широко. И сейчас, в наше время, стараются какие-то люди его отродживать. Это языческие традиции наших древних предков, которые жили еще до христианства, до хрещения Киевской Руси. В принципе, до православия оно никакого отношения не имеет. Но так как оно просто по времені празднования, они почти співпадают, ци однись свят. Тому это просто чисто в народе склалася такая молва, люди так путают и называют День народа Ивана Купала. Вот только так. А скажите, пожалуйста, православный христианин может принимать участие в праздновании Ивана Купала? Православный христианин не может принимать участь не только в святкувании Ивана Купала, а в будь-яких других языческих святах. Это считается предательством Бога и своей веры. Потому что что значит принимать участь в святкувании этих или иных свят? То есть принимать участь в обряде, участвовать. Это уже соперечить нашим правилам и здоровым смыслам верующей людини. Потому что кому ты празднуешь день, то уже можно засомневаться, чи истинный ты христианин, чи ты уже язычный, или как. Потому что эти вещи смешивать не можно, они не смешиваются. Або ты православный, або ты неправославный. Вот и все. Возвращаясь к Рождеству Иоанна Крестителя, этот великий пророк, который отличался не только особой суровостью, но и особой правдивостью, за что, в принципе, и пострадал, был казнен от руки Ирода. Отец Александр, будьте добры, мужество, которым обладал Иоанн Креститель, оно в сегодняшний день, оно уместно? Православные христиане могут учиться у Иоанна Крестителя этому мужеству, говорить правду? Или, может быть, иногда стоит и промолчать сегодня? Мы через то, напевно, и святкуем Дни Памяті Святих, для того, чтобы научиться от них, как они жили, как они поступали в тих или иначе обстоятельства своих життевых. Поэтому у каждого можно чему-то научиться. То есть копировать нельзя, и это не получится. Но что-то для себя взять, это обязательно нужно. Иоанна Крестителя может много чего научиться. Вот кто-то может взять для себя за установу его пост и воздержание. Кто-то именно эту строгость, до правды, стремление, борьбу с неправдой и аморальностью. Вот, в чем именно он обличал царя Ирода за аморальный образ жизни. И с женкой своего брата незаконно служительствовал. И это его обличание было всенародным. Вот, случилось, случилось, что царю десь выходить с церемониями из палаца. Иоанн Креститель, если бы был рядом, он прямо указал на него пальцем и говорил, что вот ты такой-сякий, тебе так жить не можно. Говорить такие речи людям власам, это надо мать не только одного мужа, это тут мало. Тут надо быть именно Иоанном Крестителем, для которого Господь Бог на первом месте. Вот, який всецело себе отдав Богу. И будь готовым после этого на всякие наслідки нехорошие. Потому что стояние за правду, оно очень часто обратится такими скорбями и несправедливостью для тех людей, которые стараются это восстановить. И мы можем все-таки, если брать за пример жизнь Иоанна Крестителя, то хотя бы просить в молитвах, чтобы он через благодать Божию подавал верующим веру, веру в Бога. Потому что, как говорится, у каждого вера своя, а вера вообще-то должна быть одна. Мы можем и обязаны это делать. Особенно в день его свято, когда мы прийдемо 7 числа в православные храми, в кого будет возможность, обязательно помолиться Богу и новонародженому Иоанну Крестителю, потому что это его день народжения, в молитве поздравить его всем святым. Помолиться и попросить у него, чтобы он своей благодатью и милістю перед Богом и нашу веру укрепил, и благословив наших родичей, которые в этот день с нами не в храме, для которых вера еще не коснулась, для которых Евангелие еще не открылась в их сердце, чтобы их радость спасения коснулась. На передодні святкувания Дня народжения Иоанна Крестителя я хочу закликать Боже благословение, милість Божией Матери и святой молитвы Иоанна Крестителя на каждую людину, яка сейчас слушает нашу беседу, наши слова, и постараться каждому из вас найти свою дорогу до храма. Обовязково. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok